В шестой по счету раз в городе над Бугом прошел международный турнир памяти заслуженного тренера СССР Евгения Шукевича. Человека с большой буквы, который стоял у истоков белорусского метания молота и подготовил плеяду спортсменов-профессионалов. Сегодня легкоатлетические виды спорта являются наиболее популярными в мире. Что касается наших ребят, они также не отстают в развитии этой дисциплины. Легкоатлетические метания на сегодняшний день являются одними из наиболее медалейомких видов спорта и специализаций легкой атлетики. Потому что посмотрите, только четыре вида – диск, ядро, копье и молот, и мужчины, и женщины. Но и результативность, в общем-то, достаточно хорошая. На последнем этапе Кубка Европы брестские метатели Таня Холодович, Аня Малыч и Клеша Котковец стали победителями, завоевали золотые медали. Так что у нас очень хорошая перспектива. Вид спорта очень интересный и такой же сложный. Грузия, Израиль, Украина, Молдова, Китай и, конечно же, Беларусь. Шесть стран, а это 250 участников в разных возрастных группах, боролись за звание сильнейших спортсменов своей страны в легкоатлетических дисциплинах – метании молота, копья, диска и толкании ядра. Участники, занявшие призовые места, рассказали о своих достижениях, а тренеры оценили уровень подготовки спортсменов. Я метаю диск, это полтора килограмма, я занял первое место на этих соревнованиях. Мальчики, которые заняли второе, третье место, они очень тоже способные парни. Спортсмен должен обладать хорошими качествами, это просто верить в себя и идти к цели своей. Больше ничего не надо, если есть желание и будет результат. Есть претенденты, мы постоянно детей отсматриваем, приглашаем их на просмотровые сборы в училище Олимпийского резерва. Ну а те, которые доживают до взрослого спорта, те, кто показывает достаточно высокие результаты, они находятся в национальной сборной страны. Проведенный турнир по легкоатлетическим метаниям – это только начало грандиозного и успешного открытия сезона для наших молодых спортсменов. Организаторы отмечают отбор в перспективный кадровый резерв, идет полным ходом, а хорошо оснащенная спортивная инфраструктура по легкоатлетическим видам спорта дает возможность спортсменам тренироваться в любое время года. Субтитры создавал DimaTorzok